Полярная инфраструктура. Чем грозит России активность НАТО в Арктике? Арктический регион все чаще рассматривается военными России и НАТО как потенциальный театр военных действий. Обе стороны повышают военную активность в регионе, совершенствуя инфраструктуру и наращивая свое военное присутствие, а учения, моделирующие столкновения вооруженных сил развитых государств в Заполярье, проводятся все чаще. Известия оценили последствия возможного противостояния. Инфраструктурный конфликт. Арктическая гонка. Могут ли США спровоцировать конфликт в Заполярье? Крупнейшие военные державы готовятся к противостоянию в северных широтах. Применительно к возможности поддержания человеческой жизнедеятельности высокие арктические широты вполне можно сравнить с иными планетами. Практически все необходимое, кроме воды и воздуха, приходится доставлять с большой земли. Человека без защитного снаряжения ждет неминуемая смерть зимой через считанные минуты, летом через часы. Для простейшего, не говоря уже о комфортном, обитания требуются специальные дорогостоящие постройки и так далее. Менее благоприятным в климатическом плане и более удаленным регионом на Земле является, пожалуй, только Антарктида, инопланетность которой выражена еще ярче, но южные полярные широты, к счастью, пока все же остаются нейтральными. Географические особенности Арктики определяют и особенности военного противостояния. Боеспособность армии в принципе очень сильно зависит от инфраструктуры, но в Арктике эта зависимость близка к абсолютной. Вне стационарных объектов способны действовать только летательные аппараты в воздухе, корабли повышенного ледотого класса и подлодки в море и крайне малочисленные мобильные группы на специальной технике на суше. Арктика. Противолодочный вертолет К-27 во время похода в Арктические моря, Арктика. Фото, ТАСС, Сергей Федюнин. Объекты инфраструктуры в этих условиях приобретают решающее значение. Россия постепенно восстанавливает свое военное присутствие в регионе, возрождая и расширяя имеющиеся и строя ряд новых объектов от земли Франции Иосифа до Чукотки. Фактически, создаваемая сеть баз, включая аэродромы, обеспечивает России возможность контроля на всей протяженности Северного морского пути, являющегося ключевой транспортной артерией региона. Тем более важной, что смягчение климата в Заполярье делает СМП все более привлекательным для транзита из Европы в Азию и обратно. Не менее важны и перспективы эксплуатации местных ресурсов как в виде полезных ископаемых, так и биоресурсов моря. В Арктике будет жарко, войска испытают крайним севером. Стратегические учения армии и флота проведут за Полярным кругом. В настоящее время можно констатировать, что более обширная сеть баз, крупнейший ледокольный флот и выделенные на правах самостоятельного объединенного стратегического командования группировка войск обеспечивают России определенное преимущество. Однако активность НАТО в регионе представляет собой серьезную угрозу. Повышение конфликтоспособности. Так, Альянс регулярно проводит учения, предусматривающие операции в тяжелых полярных условиях, включая действия в районе многолетних льдов. В проводимых раз в два года маневрах, традиционно участвуют британские и американские АПЛ. Так, в 2018 году в учениях были задействованы две субмарины ВМС США «ССН-768 Хартфорд» типа «Совершенствованный Лос-Анджелес» и «ССН-22 Коннектикут» типа «Сивульф» и британская подлодка «С-91 Трэнченд» типа «Трофальгар». Лодки отрабатывают поиск удобных мест для всплытия, собственно, всплытия через лед, надводную и подводную навигацию в высоких широтах, уклонение от айсбергов, пользование радиосвязей в заполярных условиях, а также поиск подводных лодок и подледные торпедные стрельбы. На поверхности льда разбивается временный лагерь, персонал которого занимается обслуживанием подлодок и их вооружения. Учения. Крупномасштабные военные учения НАТО. 2018. Норвегия. Фото. Эти учения являются предметом серьезной озабоченности со стороны России, учитывая традиционное использование покрытых льдом вод Северного Ледовитого океана в качестве позиционных районов для ракетных подводных крейсеров стратегического назначения Северного флота. Обнаружение субмарин подоль дом крайне затруднено, и любой прогресс в этом направлении может серьезно изменить баланс сил в перспективе. Ледовая обстановка. Кто хочет выгнать Россию из Арктики? Северный морской путь может спасти мировую торговлю. Не меньшее беспокойство вызывают и крупные военные маневры в южных арктических районах, например прошедшие в норвежском и прилегающих морях учения. Тридент Джанкша. 2018, ставшая крупнейшими учениями НАТО с 1991 года. К этому стоит добавить также активность в УВС США, с недавних пор периодически направляющих свои бомбардировщики. П. 52 к границам российского воздушного пространства, особенно с учетом их возможного применения для блокирования военно-морских баз с использованием управляемых морских минуты. К. Учения в Арктике регулярно проводят и вооруженные силы России. Однако стоит понимать, что подобная обоюдная военная активность в условиях крайне серьезного ухудшения политических отношений говорит скорее о росте вероятности военного конфликта, чем о повышении обороноспособности. К. Арктика. Во время испытания новых и перспективных образцов вооружения, военной и специальной техники в условиях Арктики. К. Фото, РИА Новости, Министерство обороны РФ. Следует отметить при этом, что наращивание военного потенциала в Арктике с обеих сторон, в принципе, не ограничено в настоящее время какими-либо соглашениями и лимитируется лишь экономическими возможностями. Впрочем, сравнивать впрямую ВВП России и стран НАТО для оценки потенциалов в этой гонке тоже не имеет смысла. Номинальные объемы ВВП в данном случае крайне опосредованно выражают способности сторон к развитию инфраструктуры в регионе, в гораздо большей степени определяемые уже имеющейся базой, географическими, климатическими и иными параметрами, вплоть до социокультурных особенностей. Остается лишь надеяться, что России и НАТО не придется сравнивать арктические потенциалы друг друга в прямом военном столкновении.